Приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсов Megazor.com Сегодня я хочу посмотреть и показать вам новинку от компании Pocketbook Это модель Pocketbook 626 Эта модель стала продолжением развития популярной модели Touch2 Которая была не так давно флагманом компании Pocketbook И эта модель ожидаемо обновилась Обновлений на самом деле не так много Но при этом сохранены все плюсы прошлой модели Поставляется у нас книжка вот такой вот упаковки, компактная Здесь информация по названию модели, есть фотография устройства На обратной стороне данные по техническим характеристикам Стоимость этой модели стоит 6 990 рублей По комплектации, к сожалению, поставляется эта книжка только с чехлом Точнее с кабелем для зарядки и синхронизации с компьютером И есть также гарантина талонной инструкции То есть чехол нужно будет приобретать отдельно Чехол рекомендую приобрести сразу после покупки Потому что, возможно, такие вот проблемы Пользователь этого устройства случайно положил ее в сумку И в нижней части, в сумке немножко надавил У нас вот так вот случилась такая проблема с дисплеем Сейчас его нужно заменять На самом деле чехол стоит не так дорого И рекомендую все-таки это сделать Итак, возвращаемся к Pocketbook 626 Габарит у нас этой книги составляет 115,074 и 8 мм При этом вес книги 208 грамм По цветовому форму доступны черная, белая и серебристая У нас на тестах черный вариант Здесь используется пластик от компании Точнее, пластик с покрытием SoftTouch На нем остаются, к сожалению, следы пальцев И их не так легко протереть Также это еще один плюс в сторону использования На самом деле защитных чехлов По дисплею Здесь установлен 6-дюймовый Новый Alien Pearl HD дисплей С разрешением 158 на 1024 пикселей Плотность пикселей 212 Естественно, 16 градусов серого У данной модели, в отличие от Touch 2 Основа, кстати, стала более сероватой Это отмечают и пользователи, судя по отзывам в сети Но при включении подсветки эта проблема не наблюдается Здесь есть у нас два слоя над дисплеем Это слой сенсорный и слой подсветки Оба слоя расположены над основным дисплеем В отличие от ряда других сенсорных моделей Здесь фактически контрастность у нас От этих двух слоев не страдает Используется у нас FinTouch покрытие То есть оно очень тоненькое И, кстати, зачастую от этого Не всегда точно у нас срабатывает сенсор То есть нужно будет, когда при размещении в руке Уже чуть-чуть получше становится Сердцем данной книжки стал у нас новый процессор Это процессор OUM с частотой 1000 МГц На борту 256 МБ оперативки И 4 ГБ для хранения данных Проверить можно расширить с помощью карт microSD Книжка стала у нас по сравнению с Touch Тоньше на 1 мм Но вес прибавился Вес прибавился за счет аккумулятора Здесь 1500 мАч он у нас стал На 15% по-моему, если не ошибаюсь По сравнению с Touch 2 Изменилась у нас Установлена, естественно, своя фирменная прошивка Прошивка довольно интересная То есть в верхней части у нас выводится Последнее событие Эту часть мы можем регулировать То есть здесь мы вот выводим Я не совсем удобно ее расположил Но книга на самом деле срабатывает нормально В нижней части То есть здесь можно выбрать только добавленную книгу Можно выбрать список последних книг Есть у нас приложение библиотеки Библиотека выполнена в форме файлового менеджера С сложенными папками То есть здесь можно без проблем листать и смотреть То есть найти нужную книжку вы сможете Предусмотрен режим сортировки Сортировать можно как по имени Сортировать можно по дате добавления И по размеру файла Есть магазин То есть если у вас есть немного свободных средств Вы можете приобрести любые бестселлеры Или, например, последние книжки в этом магазине Есть возможность записи заметок То есть, например, на совещании, на конференции Благодаря встроенному длительному аккумулятору Время длительного работы, точнее Сможете вести заметки Есть возможность избранной То есть любые книжки можно добавлять в избранной Если у вас особо большая библиотека Есть словарь с возможностью перевода слов С английского на русский Есть у нас встроенные приложения И по приложениям я хотел сделать отдельно То есть мы сейчас посмотрим так Приложение Dropbox Pocketbook Проговоря этому приложению Можно закинуть свой аккаунт Dropbox Как через компьютер, например, любимые книги На которые вы хотите закинуть Или в текстовые файлы Здесь вы сможете их скачать при подключении к Wi-Fi Есть Pocketbook Sync, естественно Есть Pocket News То есть здесь можно посмотреть на следующее Но нужен также Wi-Fi Есть приложение Scribe То есть Scribe Здесь можно рисовать Есть у нас браузер Браузер вполне комфортный Сайты можно открывать Но, к сожалению, не все сайты комфортно отображаются Из-за наличия рекламы Мегаобзор.ком отображается нормально Есть календарь, есть калькулятор Есть книги по e-mail Есть к оценке И вот здесь еще несколько игр Показать я тоник, но не всегда у нас так работает хорошо На самом деле И нужно постараться попасть Почему-то у нас здесь вот сейчас не получается Получился Это магазин Судоку, фотографии и шахматы Можно поиграть на этом устройстве Книги запускаются быстро Читаются вообще все-все-все форматы То есть никаких проблем нет PDF-файлы примерно такие вот объемные Запускают где-то 10-15 секунд Это в особо сложных случаях А так все достаточно нормально Здесь мы можем работать Подсветка, естественно, включается Регулируется Можно регулировать размер шрифтов Регулировать межстрочный интервал Регулировать можно размеры тип шрифта То есть все-все-все можно строить по себе Читать можно как клавишами Так можно, естественно, и сенсором Благодаря вот этому выступу на задней части Держать книжку довольно комфортно То есть усталости не ощущается По времени автономной работы Где-то на 4 недели Если вы используете, например, с работы Домой и домой на работу То есть на это хватает Примерно 3-4 недели вы точно сможете без зарядки И при максимальной подсветке Где-то 3000 страниц можно пролистать Без зарядки на полном При полной зарядке точнее И при отключении подсветки 11000 страниц можно прочитать Pocketbook 626 Стал удачным продолжением серии Touch 2 Действительно удачное обновление У нас небольшие изменения в плане автономности Чуть-чуть изменился У нас интерфейс По элементам здесь элементы также сохранились То есть снизу у нас кнопка включения Только здесь у нас добавилась зеленая подсветка Здесь у нас слот для карты microSD, как и ранее И слот microUSB для синхронизации и зарядки Также 4 сенсорные клавиши Также есть Wi-Fi Также есть сенсорный слой То есть старый и любимый Touch 2 у нас обновился Книжка получает у нас ограду золота Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы в комментариях Подписывайтесь на наш канал Теперь еще много-много интересного Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok